Видите белокаменные чеди с острыми шпилями и позолоченных драконов на покатой многоярусной крыши? Это ориентир храмового комплекса Вата Чана Санг Крам. Территорию этого монастыря соединяют улицу Каусан и берег реки. Название храмового комплекса Ват Чана Санг Крам переводится с тайского как «Победа в войне». Во время правления короля Рамы III в XVIII веке один очень религиозный главнокомандующий решил построить этот храм после возвращения из победоносных походов против вьетнамцев и кхмеров. В составе храма маленький внутренний двор. На территории Вата довольно тихо и малолюдно, несмотря на то, что рядом шумит туристическая улица Сой-Рамбутри. Внутри храма можно увидеть впечатляющую статую Будды, сделанную из гипса и покрытую позолоченным свинцом, вокруг которой расположены еще 15 бут, а также слоновьи бивни, выполненные из обенового дерева. Особое внимание стоит обратить на фрески этого вата. Ближе к реке – тенистый двор, где расположены небольшие деревянные кельи. Здесь живут и монахи, и работники храма из числа мирян. На фронтоне у басота вата Чана Санг Крам светает золотой рельеф с изображением бога Вишну, седлающего птица Гаруду. Это изображение является главным государственным символом в стране, и его можно увидеть еще не раз. Но при чем тут индуизм и бог Вишну, когда в стране официальная религия – буддизм? Дело в том, что в Таиланде индуизм и буддизм тесно переплетаются. Например, король в Таиланде считается живым богом, причем индуистским. Все короли страны с конца 18 века носят титул Рама, который является одним из воплощений индийского бога Вишну. А индийский эпос Рамаяна тайцы почитают как свой собственный. Ватчина Санг Крам Рачавара Махавихарн обычно сокращается до Ватчана Санг Крам, королевский монастырь второго класса в подрайоне Хана Санг Крам, Пхра. Район Накхон, Бангкок, в районе Банк Лампху напротив Касан Роуд и рядом с Рамбутри Роуд. Храм – это старый монастырь, который был построен до первого периода Ратанакосин, до 1782 года. Прежнее название – Ватк Ланг Кна, дословно, храм посреди рисового поля, позднее во время правления короля Пхудхайот Фачулалака Рамы первого принца Маха Сурасин Ханат, младший брат короля, предоставил монскому народу и монахам право жить в этом районе, отремонтировал храм, чтобы в нем жили монские монахи. Позже король Пхудхайот Фачулалак дал новое название – Ваттонгпу, что относится к названию города в Мьянме в честь названия храма Мон Ваютая и Лоббури во время правления короля Пхудхайот Фачулалака. Храм стал центром секты буддизма Мон, поскольку он награждал солдат Мон, которые составляли основные войска в войне с берманцами. После войны храм был восстановлен и стал королевским монастырем, а затем снова переименован Ватчана Сангхрам, что означает «Храм Победы в войне», поскольку тайцы одержали победу над берманцами три раза между 1785-87 годах. Войны девяти армий, компания Тха-Дин-Дайэнг и Самсоб, битва при Накхон-Лампанг-Пасанг. Ватчана Сангхрам открыт для посетителей и путешественников каждый день, бесплаты за вход. Он был представлен как один из девяти храмов в рамках компании «Уважение к девяти храмам», «Управлением по туризму Таиланда» вместе с другими храмами Уитфркиу, Уитфо, Уитсотрт, Сити Пилершрайн, Санки Йофосуея, сторона Фрнакхан, Уитэрн, Уитраханхоситрарам и Уиткалайномитр, сторона Танбери. Когда Его Величество Король Будда Йотфачулалак Великий Его Величество взошел на престол как первый монарх династии Чакри. Он намеревался построить здание, подобное. Аюте, больше всего храмов, расположенных рядом Большой дворец, он отремонтировал помимо соответствующего изменения названия храма, Его Величество милостиво изменил название Ват-Кланг на Нават-Тонгпу и сделать его храмом для буддийских монахов. Например, Ват-Тонгпу Вайютхая. В честь романовских солдат в армии его королевское высочество принц Маха Сурасингханадх, которая является важной силой в борьбе с Бирмой в война девяти армии в 1785 году, война при Тхадиндаинг и Сэмсапе в 1786 году и война при Лампанг-Пасанге в 1787 году. Его Величество король Маха Сурасингханадх восстановил Ват-Тонгпу и осветил его как королевский монастырь. Новое имя было дано Ват-Чана Сангхрам в память о его величестве короле Маха Сурасингханате. Он одержал победу над бирманцами во всех трех сражениях. Ват-Чана Сангхрам всегда ремонтировался. Особенно во времена правления Его Величества король Манхкут Клао. Главное изображение Будды в храме называется Пхра Будда Нараси Трилакчет. Это лепное изображение Будды, покрытое оловом, лакированное и позолоченное, в позе Моровичай, с шириной колена 2,5 метра и высотой 3,5 метра. Вокруг Чукотской базы установлены лепные статуи Будды и позы Моровичай, а также 25 статуй Будды. Перед храмом расположены две пагоды сечатой формы, а за храмом – две пагоды круглой формы. Продолжение следует...